Хорошая игра была. Мы, во-первых, должны были психологически восстановиться после поражения Солигорска. Очень мало времени было. Вы видите, какие у нас проблемы с составом. У нас не играли 5 человек из самого состава. Новые люди. Надо время, чтобы они адаптировались. Сегодня вынужденная замена была. Приходится рисковать. Не рисковать, а экспериментировать в ходе чемпионата. И от хорошей жизни. Поэтому сегодня хорошая игра была. Я соглашусь, что сказал Виталий, что мы начали. Все-таки не было бы понимания. Просил ребят, чтобы меньше было стандарта. И, в принципе, первые минут 5-7 мы не вошли в игру. Когда Ислович Силова, очень мощная, хорошая команда стандарта, создавала положение. Ну, в принципе, я довольный, довольный игрой в Егерии. Мы сделали перестановки, вернули в упорную зону Олегрия. Докинула. Того, чего нам не хватало в игре. Мы экспериментируем в игре с Олеговском. Нам не было кому связать. Поэтому будем двигаться дальше. И то, с каким настроем, по крайней мере, ребята вышли на эту игру. Можно, даже при тех проблемах, какие у нас есть, с оптимизмом смотреть вперед. Первый тайм хорошо вышли, агрессивно. Достаточно хорошее количество моментов было. Не завершили, да? По первому тайму все-таки такие моменты надо забивать. Во втором тайме вышли. В принципе, я бы так сказал, что больше где-то мы старались играть, нагнетать. Но по моменту, по второму тайму, два частейших момента было и Гродно. И у нас, в принципе, я думаю, что это просто лично. И исход, конечно, решил, наверное, все-таки момент, когда Диман не забил. При 1-0 все-таки надо такие моменты давать и до конца. Но все-таки Гродно сложно после 6-0 включаться. У них много новых людей, пока не сыграны. И на это как бы рассчитывали, что выйти сразу агрессивно. Конечно, надо было моменты решать и было бы легче. А там есть опытные ребята уже немножко. Расставились правильно, чуть-чуть начали коммуникации, успокоились и как бы даже местами играли поинтереснее даже нас. Потому что все-таки дали мы им подышать и они почувствовали. И, в принципе, уже там к концу игры, я считаю, что он даже ровно хотел отыграться. И, в принципе, уже такие большие степени были качели. Так что статистика продолжается. Она такая штука очень серьезная. Но, к сожалению, когда Виктор Шимонсик судит, он всегда в нашу сторону есть пенальцы. Но ни одного отсаженного ответа не получил, за что был пенальций. Ну, был, значит, был, наверное, обидор виднее. Значит, мы все-таки не наиграли на победу. Так получилось, но все равно с хорошей командой приехал на выезде играть. Все-таки мы здесь, бывало, что и центр не переходили. Так что, в принципе, неплохая игра. Но хотелось бы три очка. Как есть такие, значит, насколько наиграли. Как можете прокомментировать действия Егора Фаткевича? Он выходил очень много раз так, возможно, не обоснованно. И вы как-то эмоционально реагируете там один момент даже на поле выезжали. Если взять, смотрели, да, все нашу «Рашу», да, когда Светлаков телевизор смотрит, да. Я думаю, что каждый болельщик Кислович и так разговаривает. Ну, тут не надо еще раз быть профессионалом. Будем разбираться в этой ситуации. Почему? Позволяет больше, чем нужно в футбольном поле. Есть еще вопрос. Пожалуйста, еще раз. У мамы инсуны остались на стенке запасные. Почему решили оставить Егора, выпустить Фанасик? Я неделю только начал тренироваться. У меня было паузами, нельзя ли там проблемы были. Со здоровьем, понятно, что наш ключевой игрок. Мы увидели даже по еще одни в тонусе. Так что, мы надо брать форму, чтобы быть стартом в составе. Спасибо.